Всем привет дорогие подписчики и гости канала. В этом видео я хочу с вами поделиться рецептом капусты по-корейски. Рецепт этому меня научила одна кореянка, с которой мне довелось однажды поработать. Такой салат получается вкусным, ничем не хуже тех салатов, которые продают корейцы сами. Такой даже салат намного полезнее, он без глютамата натрия, который добавляют все для улучшения вкуса. Желаю вам приятного просмотра. Так, для приготовления я беру пол большого кочана капусты. Если интересно по весу, могу взвесить. Кил 900, ну 2 килограмма скажем капусты. Что мне нужно? Для начала отделяем все поврежденные листья с поверхности. Этот кочан у меня залежался, когда я его покупала был красивый, а теперь немного под испортился. Так, соответственно, кочережка не нужна. Сразу вырезаю ее. Что делаю дальше? Я разрезаю пополам, так как она большая. И нарезаю ее шашками. Такими не крупными, но и не мелкими. Подготавливаю чашку пока. Вот такие вот шашечки. Ну, соответственно, поступает так со всей капустой. Размер от тазика я ошибся немного, поэтому перекладываю тазик побольше в мою всю нарезанную капусту. Потому что мне нужно будет потом ее перемешивать с другими овощами. А это будет неудобно моей той металлической. Все, капусту все нарезал. Дальше беру 4 огурца. Весом походит на 400 грамм. Удаляю чужобки и носики. Разрезаю пополам и нарезаю полукругом. Размер где-то должен быть сантиметр, потому что если нарезать тоньше, потом это превратится в кашу. Так что не нужно нарезать тонко. Не бойтесь нарезать крупно. Если огурец тонкий, то можно целыми кружочками нарезать. Все, огурцы нарезал. Дальше беру перец болгарский. Любого цвета, какой вам нравится. Ходите красный, хотите желтый, оранжевый. У меня вот сезонный красный. Они по размеру 2 у меня маленьких, но общим весом выходит 100 грамм. Нарезать нужно их соломкой. Соломкой такой, не тонкой тоже. Больше всего в корейских салатах я обожаю аромат болгарского перца. В основном всегда, когда готовлю корейские салаты, везде добавляю болгарский перец. Нарезал я болгарский перец. Доску в сторону. Теперь мне понадобится морковь и сальная терка для корейской моркови. Морковь у меня одна маленькая, но вообще нужно брать как минимум 200 грамм. Но так как у меня свежая только одна была, то я добавлю сейчас свежей и потом еще замороженной с морозилки, которую я заранее на кухонном комбайне измельчал, потом замораживал. По форме она тоже такая длинная, тонкая. В общем, натираю. Если уж нет у вас специальной терки, то постарайтесь как-нибудь там или ножом нарезать тонкой соломкой. Ну или в крайнем случае уже на обычной терке. Все, эту морковь натер, добавляю еще замороженную. Вовремя ее не достал, она разморозилась. Конечно, это может быть ошибкой моей. Вам лучше всего, когда будете готовить, добавляйте, конечно же, только свежую. Далее. Такой объем нужно взять, скажу, на глаз пока насыплю. Раз, два, три, три, пусть будет чайной ложки соли и шесть чайных ложек сахара. Теперь все это нужно хорошенько перемешать. Все вот так прям сильно сжимайте, чтобы это все в итоге стало мягким. Я кочерыжки вот такие попадаются, тоже их разделяйте, потому что нужно, чтобы вся капуста была мягкая. Я капусту перемешал, теперь в таком вот виде, перемешанном, нужно оставить на полчаса, чтобы она немного размякла и пустила сок. Итак, полчаса уже прошло, хотя по-хорошему капусте лучше всего постоять минимум как три часа. Но так как у меня уже дело близится к вечеру, то я не могу ее оставить на три часа, иначе она у меня остается на ночь. В общем, прошло полчаса, что делаю я дальше? Добавляю молотый кориандр. Раз, два, три чайные ложки. Далее красный острый перец. Тут уже дело вкуса, я добавлю чайную ложку, чтобы не было сильно острая. Затем сюда в салат я натираю четыре зубчика чеснока на мелкой терке. Чеснок нужен для аромата и для вкуса. Он входит фактически во все салаты по-корейски. Раскидывать не нужно по всему периметру тазика чеснок, потому что нужно будет сейчас залить все это раскаленным маслом. Чтобы удобнее было заливать, нужно, чтобы все в одном было месте, и чеснок, и перец, и кориандр. Ставлю разогреваться сковороду. Ее наливаю, ну, скажем, 100 мл кунжутного масла. Если у вас нет кунжутного масла, берите обычное подсолнечное. Но кунжутное масло, оно более ароматное, и еще оно придает вкус. Если подсолнечное масло, оно придает только аромат, то кунжутное масло, оно придает не только аромат, но и вкус. Масло нужно, чтобы оно раскалилось. Потом этим раскаленным маслом я полью чеснок со специями, чтобы те раскрыли свой аромат и вкус. Все, масло раскалилось, и я эти масла поливаю, специи и чеснок. Выливаю прямо на них. Сразу идет аромат и раскрытие вкуса. Салат пока не перемешиваю. Мне нужно нарезать сюда пучок зеленого лука. Отправляю зеленый лук сюда, в тазик, к салату. И также добавляю сюда пучок кинзы. Кто не любит кинзу, можете добавить укроп. Добавляю сюда кинзу. И теперь все перемешиваю. Чтобы масло и специи равномерно распределились по всему салату. Кстати, забыл. Салат также надо добавить уксусную эссенцию, 70% процентную. 3 чайные ложки. Используйте именно 70% уксусную кислоту, а не 9% столовой. Все. Все это перемешивается. Все, салат перемешал. По вкусу все нормально. И теперь перекладываю все это в контейнер. Сок оставшийся дни выливать. Его тоже сюда перекладываю. Теперь все это придавливаем. Сверху еще можно гнет поставить какой-нибудь. Все. Ставлю гнет и убираю в холодильник до утра. Минимум 8 часов должно постоять. Все овощи впитают в себя вкус специй, соли и сахара и уксуса. И будет как раз то, что нужно. Ну что. Мой салат готов по-корейски. Теперь можно его и попробовать. Супер. Салат получился то, что нужно. Во. И от вас тоже. Я жду пальцев вверх. Кто еще не подписался, подписывайтесь. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всего вам доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok